Кабельные линии Работа кабельной сети с замыканием на землю допускается, но является крайне нежелательной. Поэтому при возникновении замыканий на землю, персонал должен немедленно приступить к отысканию места повреждения. Кабельные линии Работы, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду. Допуск к испытаниям осуществляет руководитель работ, а если он не назначен, то производитель работ. Такие работы должна проводить бригада, в которой производитель работ имеет группу 4, член бригады 3, работник для охраны 2. Прибыв на ТП, испытываемое оборудование испытательной установки ограждаются канатами с плакатами испытания «Опасно для жизни», обращенными наружу. При необходимости следует выставить охрану из членов бригады для предотвращения приближения посторонних людей к испытателю установки. Перед сборкой испытательной схемы выполняется защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземляется отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода. Производится измерение сопротивления изоляции мегалометром с целью определения поврежденной фазы. Измерения осуществляются на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем их предварительного заземления. Переносные заземления снимаются последовательно с каждой швины после подключения мегалометра. При замыкании на землю одно из фаз показаний прибору будет равно нулю. При металлическом замыкании, при замыкании через сопротивление одной фазы, показания должны уменьшаться. Показания сопротивления непроврежденных фаз возрастут в 11,73 раза при металлическом замыкании и будут расти при замыкании через сопротивление. Для определения расстояния от подстанции до места повреждений на линии, искатель подключает поочередно к проводам отключенной и заземленной со всех сторон линии. Снимает с линии заземление и посылает электрический импульс. В месте повреждения импульс отражается от неоднородности волнового сопротивления и возвращается к началу линии. Расстояние до места повреждения может быть подсчитано по формуле L равно 0,5 ТВ. Отраженные сигналы наблюдают на экране осциллографа, где по числу масштабных меток определяют расстояние до места повреждения. Это расстояние при помощи курвиметра откладывается на планшете и таким образом определяется место замыкания на землю. В случае наличия большого переходного сопротивления в месте замыкания на землю, изоляция дожигается с помощью передвижной установки для определения скрытого повреждения с помощью переносных приборов. Собирается испытательная схема для подачи повышенного напряжения на линию. Производить все работы разрешается только по указанию руководителя испытаний и после их заземления. С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должны считаться находящимся под напряжением. Только по команде напряжения снято, производится пересоединение провода или в случае полного окончания испытания отсоединение их от испытательной установки. После прожигания кабеля с помощью трассы искателя отыскивается место залегания кабеля. Звуковой сигнал подается с генератора передвижной лаборатории. В состав прибора входит переносной электронный приемник, поисковая катушка с ручкой держателя, соединительные провода и головные телефоны. Интенсивность акустического сигнала отображается на индикаторе прибора. Над местом залегания кабеля интенсивность сигнала увеличивается. Поиск залегания кабеля и отыскание места повреждения можно производить магнитоиндукционным методом. В кабель через генератор звуковой частоты подается сигнал, который, проходя по кабелю, отражается в месте повреждения, что отражается на индикаторе прибора и фиксируется головными телефонами. В качестве датчика используется магнитная антенна с фиксацией относительно штанги на 0, 45 и 90 градусов. В качестве датчика используется магнитная антенна с фиксацией относительно штанги на 0, 45 и 90 градусов. Поддержание нормального качества отпускаемой электроэнергии и соблюдение договорных условий энерроснабжения потребителей напрямую зависит от оперативности и грамотности персонала при устранении аварийных ситуаций. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...